13 команд от городских организаций провели сегодня очередные поединки по мини-футболу. Встречи прошли на малых полях СКС-арены. Этот турнир проходит под эгидой Всероссийской спартакиады трудящихся при поддержке Управления по делам молодежи и спорта и Федерации футбола Севастополя. Эта спартакиада проводится ежегодно во всех регионах России. И в этом году мы впервые тоже принимаем в ней участие. И я вам скажу, что у нас сегодня уже третий тур, и борьба идет очень напряженная. Соревнования проходят на хорошем уровне, много эмоций. Все команды проходят обязательную регистрацию. На поле работают арбитры, ведутся протоколы игр. Среди участников – департаменты правительства Севастополя, 13-й судоремонтный завод, Севтеплоэнерго и другие трудовые коллективы города. У всех цель – победа, минимум полуфинал. Совместное сплочение коллектива в нерабочей обстановке способствует дальнейшему трудовому сплочению, трудовым новым каким-то достижениям. Ну и всегда побегать в мяч, погонять всегда очень приятно и радостно. Тем более прекрасная погода, тепло установилось. По регламенту соревнований участники разбиты на две группы, по 6 и 7 команд соответственно. По завершении группового этапа все коллективы сразятся в плей-офф турнира. Несмотря на любительский статус соревнований, поддержка болельщиков здесь тоже важна. Поболеть приходят целыми семьями. Некоторые команды – регулярные участники городских соревнований. Решили попробовать свои силы и на Спартакеаде. Председатель профсоюза позвонила, предложила, говорит, будете играть? Да, будем. Ну и мы в срочном порядке. Быстренько там со всех районах собрали спортсменов, игроков. Провели несколько тренировок. Ну и соответственно играем. Мы хотим взять кубок. Я верю, что мы его возьмем. Нередко на поле возникает жесткая борьба. Царит азарт. Но обходится без грубой игры. За состоянием здоровья спортсменов следит бригада медиков. Турнир продлится до 29 апреля, где в финале определится победитель. Михаил Кумбров, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Продолжение следует...